Доброго дня, с вами Ольга Спиридонова. И чудесное зимнее время. Это совсем не значит, что нам не нужно задумываться про цветы, про какие-то растения, и тем более получать от них пользу. У травников нет времени, когда мы не сможем получить эту самую пользу. Но поскольку зима – это традиционное время Нового года, елок, то есть смысл взять все самое полезное именно от этого вида растений, от хвойных. Хвойные вообще одни из самых любимых моих растений. Почему? Во-первых, они с нами круглый год. Это зеленая елочка, круглогодичное, совершенно золотое дно для нашего здоровья. Тем более в Новый год. Что у хвойных полезно? У них полезно все. От кончиков корней, которыми в старину лечили даже онкологию, и до шишек, хвои, пыльцы. Как это все применять для своего здоровья, мы сейчас с вами и разберем. У меня в руках обычная хвойная веточка, которую я приобрела на елочном базаре, которых полно в предновогоднее и новогоднее время. Какую пользу мы можем извлечь из вот этой простой веточки для нашего здоровья? Прежде всего, хвоя – это источник фитонцидов, которые оказывают противовирусный, противопростудный, противовоспалительный эффект. Каким образом? Берем и настригаем небольшое количество хвои. Вот таким вот образом. И у нас получается великолепное целебное сырье. Что мы можем с ним, с этим самым сырьем сделать? Прежде всего, мы его можем просто заварить как чай. И пить этот чай для своего здоровья. Какой эффект оказывает этот чай? Как я уже сказала, противовирусный, противовоспалительный и противопростудный. Необходимо учитывать, что хвоя сосны очень хорошо выводит соли из организма, из почек, из суставов, из сосудов за счет богатого содержания эфирных масел. Но точно так же она может выводить соли и из эмали зубов. Поэтому, если мы пьем с удовольствием хвойный чай для своего здоровья, необходимо после этого полоскать рот. Это мы запоминаем. Итак, мы можем заварить хвою, залить ее кипяточком, можем поварить 5-10 минуток, потом остудить, процедить, добавить мед, добавить лимон и пить по стакану, по полстакана в период подъема простудных вирусных заболеваний. Великолепный вариант. Что еще мы можем сделать? Мы можем точно так же заварить эту хвою более концентрированно, не одну, там, две столовых ложки на стакан, а прям вот две-три горсти на литр. И, окунув в этот отвар, остывший, например, полотенце или простынь, повесить его на батарею. Для чего? Для того, чтобы в помещении, где живете вы, где живут ваши близкие, детки, убить микробы и убить вирусы, увлажнить воздух именно с противовирусным, противомикробным, противовоспалительным эффектом. Мне кажется, в зимний период это актуально для всех. Если кто-то не хочет вешать на батареи или батареи нету, потому что полы с подогревом или батареи заделаны в стены, можно просто налить отвар сосновой хвои в чашечку широкую и поставить возле кровати или возле стола, где детки делают уроки. Испаряясь, можно налить в увлажнитель бытовой. Испаряясь, такой отвар сосны тоже будет дезинфицировать и увлажнять воздух. Что еще можно сделать из сосны, из ее хвои? Можно заварить крепкий отвар, 3-4 горсти на литр, на 2 литра кипяточка, и вылить его в ванну. Ванна с таким отваром, особенно принимаемая на ночь, вечером, великолепно помогает снять стрессы, укрепить кожу нашу, напитать ее витаминами. И те же фитонциды, усваиваемые аэрозольно, также окажут противовоспалительный, успокаивающий и противомикробный, противовирусный эффект. Вот это вот очень важно. Самый простой вариант для ленивых. Что можно сделать? Для ленивых можно просто взять вот такой вот хвойный букет, поставить его в баночку с водой, как это многие делают на Новый год, украшая этих зеленых красавиц какими-то игрушками. Можно их не украшать игрушками, можно вот такой вот букетик поставить где-то в помещении, где вы спите, где вы находитесь достаточно большое количество времени. И сосна, испаряя фитонциды, будет также работать на ваше здоровье. Что еще может подарить нашему здоровью сосна? Как я уже сказала, она очень хорошо очищает сосуды, в том числе и самые маленькие из них, микрососудики. Уникальный чай по старинному рецепту я делаю регулярно в своей семье, с тех пор, как у меня, в общем-то, достаточно тяжело ушла от инсульта бабушка, потом за нее ушел отец врач. Я искала варианта, как с этим справиться. Все-таки инсульт это достаточно распространенное и неприятное заболевание современности. И нашла, как оказалось, все гениальное просто. Две части хвои сосны, мелко нарезанной, одна часть шелухи лука и одна часть плодов шиповника. Что мы можем с этим сделать? Хвоя у нас отдельно, она всегда свежая должна быть. А вот плоды шиповника и шелуху лука, которую можно собирать в пакетик, не выбрасывать в домашних условиях. Я думаю, что многие дачники, многие любители природы, растений, цветов и так собирают эту шелуху, потому что она очень хороша, ее отвар хорошо помогает бороться с вредителями. В данном случае мы используем против вредителей внутри организма. Берем по весу, взвешиваем равное количество, например, 100 грамм шелухи и 100 грамм плодов шиповника. И вот таким вот образом на кофемолке или что у вас есть на мельничке смалываем, чтобы получился у нас вот такой более-менее однородный сбор. И он у нас стоит спокойненько, достаточно долго, и он у нас постоянно под руками. Сосну опять-таки мы постоянно держим вот в виде такого букетика. Лучше, конечно, на балконе где-то в холодном месте, потому что так она медленнее высыхает. В баночке с водой. Когда нам необходимо, мы берем 2 столовых ложки вот такого вот сбора и к ним 2 столовых ложки вот такой вот нарезанной хвои сосны. Мы это все дело завариваем в термос обязательно. Нам необходимо, чтобы этот отвар был теплый. Почему? Потому что хвоя сосны содержит смолы. В холодном виде они выпадут в осадок, и сбор будет уже не такой целебный. И мы завариваем в термосе все это. На ночь можно залить. Утром у нас будет вот такой вот роскошный готовый чай. Чай очень вкусный. Какое его действие? Как я уже сказала, он очень хорошо улучшает мозговое кровоснабжение. Он очень хорошо очищает микроциркуляцию мозга. За счет чего? Улучшается память, улучшается зрение, улучшается сон. Этот чай также в виде побочного эффекта оказывает противовоспалительный иммуноукрепляющий эффект. Хорошо выводит соли из сосудов и из суставов. Пить его нужно по трети стаканчика 2-3 раза в день обязательно в теплом виде. Если вы не можете пить его непосредственно из термоса, очень рекомендую его смешать с горячим чаем или с горячим кипяточком развести. И вот таким вот образом пить. Первоначально может быть необычным сочетание. Пахнет луком, а на вкус как компотик из шиповника. Но потом вы привыкнете. Он очень хорошо снимает все боли, связанные с сосудами. Если у кого-то метеозависимость, при каких-то магнитных бурях, при смены погоды болит голова, этот чай поможет вам забыть об головных болях при его регулярном применении. Если у кого-то, не дай бог, боли в животе, предминструальный синдром, при месячных, начинайте за 2-3 дня до критических дней пить этот чай, и эти боли у вас уйдут. Опробовано и проверено неоднократно. Вот такое драгоценное воздействие может оказать чай из хвои сосны. И это только хвоя. А в принципе целебно в сосне все. Смотрите, какое красивое и великолепное варенье из молодых шишечек сосны. Собираем мы эти шишечки где-то в конце мая, когда у нас сосна отцвела, и выпускает эти маленькие зелененькие шишечки. И это не просто лакомство. Это тоже великолепный исцеляющий бальзам. Что делает варенье из шишек сосны? Во-первых, оно помогает бороться с кашлем. Во-вторых, это великолепный мягкий тоник. У кого снижено давление, у кого с утра нет никакого настроения вставать, идти на учебу, идти на работу, а как-то проснуться надо, а кофе пить не хочется, съешьте одну ложечку такого варенья. У вас появляется творческий подъем, у вас появляется хорошее настроение, у вас поднимается тонус организма, и вы чувствуете себя таким живчиком, даже в такие вот темные, пасмурные зимние денечки. Это очень и очень здорово и очень важно. Если, не дай бог, у вас простуда осложнилась, бронхитом, кашлем, какими-то такими проблемными моментами, запивайте 2-3 ложечки этого варенья чаем горячим, и великолепным образом у вас бронхи будут приходить в порядок. Людям, у кого после ковида остались какие-то спайки в легких, тоже очень рекомендую обычное варенье заменять именно вареньем из шишек сосны. Очень и очень хорошо оздоравливает. Еще одно целебное снадобье, которое дарит нам сосна, это пыльца сосны. Собирается она также в конце мая, просеивается, и я ее для того, чтобы законсервировать, смешиваю с медом, с хорошим качественным медом 1 к 10. Вот такое снадобье великолепно снимает кашель даже маленьким деткам, которых очень трудно заставить полоскать горлышко, для них это достаточно сложный момент. Что мы делаем? Треть чайной ложечки, пол чайной ложечки, вот этой пыльцы сосны на меду мы можем смешивать с горячим молоком, например, и с маслом. Таким образом смягчается даже самый сухой кашель. В принципе, можно бесконечно долго говорить о пользе хвойных. Я об этом подробно рассказываю в своей фитошколе, в которой обучаю травничество, обучаю оздоровление при помощи природных средств фитошкола Дивея. Но хочу рассказать о том, что целебна не только хвоя сосны. Также целебна хвоя ели, туи, кедра. Одна из самых драгоценных хвой, это хвоя именно кедра. Все эти пихта, лиственница. Кстати, саженцы всех этих растений можно купить в магазине про цветок. И для того, чтобы куда-то не бегать, не собирать где-то в лесу, у вас всегда вот это целебное сырье будет под руками. Если вы высадите это все на своей даче, на своем поместье, на своем участке, и у вас всегда все будет под руками. Очень рекомендую, обратите внимание, именно в зимнее время, недаром природа нам дает вот это зимнее золото, зеленое, которое круглогодично, вот эта божественная аптека у нас под руками. Обратите внимание на елочные базары, обратите внимание на елочки, которые надо выкидывать после Нового года. Не надо выкидывать. Соберите вот это вот все и используйте для своего здоровья. Если вам пока нечего собирать, купите саженцы в магазине про цветок, посадите на своей даче, посадите на своем поместье, и зеленое золото для вашего здоровья будет всегда с вами. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Я очень благодарна каналу про цветок, который позволяет мне донести до вас вот эти вот драгоценные, совершенно бесплатные знания, которые вы можете взять и использовать для своего здоровья. С вами была Ольга Спиридонова и канал про цветок. Ставьте лайк, если вам было интересно, подписывайтесь на канал. И мы вас порадуем такими встречами в будущем.